Привет, мои дорогие! Сегодня мы расскажем вам о плюсах раннего ужина и о том, какие изменения вас ждут, если перестать есть перед сном. Очень многое зависит от образа жизни, питания и привычек. Каждый слышал про правила не есть после 6 часов вечера, если хочешь сохранить стройную фигуру или скинуть лишние килограммы. На самом деле, за ранним ужином стоит намного больше, нежели нормальный вес. Далее вы узнаете, чем плох поздний ужин и как повлияет на здоровье отказ от этой плохой привычки. А в самом конце ролика мы расскажем, как побороть желание совершать ночные набеги на холодильник. Что должен делать желудок ночью? Спать, отдыхать, ведь все системы организма настроены на покой. И тут неожиданно в наш сонный желудок попадает еда, и бедному желудку приходится работать. Но делать это в полную силу он не может, поэтому поступившая пища не переваривается так, как следует. Соответственно, в тонком кишечнике питательные вещества не усвоятся, а в толстом они попадут под действие патогенной микрофлоры. В результате образуются токсины. Кстати, вы их увидите с утра в зеркале. Отечность лица, круги под глазами, разбитое состояние. Все это итог запоздалого ужина. А теперь давайте вспомним, что вы съели перед сном. Макароны с сыром? Отличный выбор. Но углеводная пища в ночные часы спровоцирует выброс инсулина, и сахар не сможет распределиться в организме должным образом. А мы получим отложение жира. И это доказано исследованиями. Плюс ко всему, повышенный сахар в крови увеличивает риск развития сахарного диабета. Если говорить о цифрах, то любители позднего ужина за счет своей привычки имеют уровень сахара на 20% выше, чем те, кто предпочитает не есть за 3 часа до сна. При этом и процесс сжигания жиров у ночных едоков на 10% ниже. Также важно и то, что поздний ужин вызывает увеличение массы тела, независимо от калорийности блюда. Эксперты определили для желающих похудеть оптимальное время для ужина. Это время не позднее 6 часов вечера. При условии, что завтрак будет не ранее 10 утра, вам удастся похудеть в два раза быстрее. Если в этот период не допускать даже перекусов, то такой режим питания заставляет есть меньше сладкого и жирного. Организм будет вынужден сжигать жировые отложения в целях получения энергии. Соответственно, можно сделать вывод о том, что время приема пищи может повлиять на то, каким образом организм перерабатывает полученные калории. Состав еды, размер порций, а также время приема пищи могут повлиять на развитие хронических заболеваний сердца и сосудов, а также на развитие ожирения и сахарного диабета. Оказывается, желание что-то съесть чаще всего не имеет ничего общего с настоящим физиологическим голодом. Вот какие правила помогут вам обуздать желание поесть перед сном. Попробуйте, это работает. Полдник в виде свежих ягод или фруктов – это не просто перекус, а прием пищи, который будет способствовать выработке гормона серотонина. Серотонин, в свою очередь, запустит синтез мелатонина – гормона сна. Это поможет сохранять спокойствие и эмоциональную устойчивость на протяжении всего оставшегося дня. Отвлекитесь от навязчивого желания поесть. Возможно, вам просто скучно. Возьмите книгу, выполните тренировку, примите ванну с пеной. Можно выпить стакан воды или травяного чая. Женщины могут сделать маникюр. Это отвлечет от исследований глубин холодильника, а также займет минимум час времени. Еще один хороший совет – не закупайтесь снеками про запас. Если у вас дома будут лежать соленые орешки, чипсы или шоколадный батончик, поверьте, вы это съедите, даже если не будете сильно хотеть. Если что-то из подобных продуктов у вас все же есть, не оставляйте на видном месте, убирайте в закрытый шкаф. Заручитесь поддержкой партнера или подруги. Вместе идти к цели всегда проще. Взаимная поддержка, контроль со стороны, а также соревновательный момент помогут вам проще прийти к цели. Даже если вашей целью было похудеть на 5 килограммов, то после ее достижения вам не захочется возвращаться к прежним не самым полезным привычкам. Скорее всего, вы продолжите практиковать ранние ужины и поддерживать себя и свое здоровье в форме. И самый важный совет, которым пренебрегают большинство – ешьте осознанно. Никаких смартфонов, сериалов, книг во время приема пищи. Согласно исследованиям, большинство людей уже не представляет прием пищи без видеографического сопровождения, будь то ролики в интернете или фильм. Кстати, ученые считают, что самая большая порция еды в течение дня должна приходиться на завтрак или обед, но никак не ужин. Специалисты рекомендуют принимать ужин как можно раньше, а на период перед сном оставлять небольшой перекус, если для вас не представляется возможным заснуть на голодный желудок, и перед вами не стоит грандиозной цели похудеть. Что можно съесть незадолго до сна? Например, небольшой банан. Это достаточно калорийный фрукт, который отлично утолит голод и не перегрузит желудок. Кроме того, в составе банана присутствует магний, который будет способствовать расслаблению, а также выработке гормонов сна, серотонина и мелатонина. Можно съесть небольшую чашечку овсянки, в этом случае насыщение произойдет также быстро. Если добавить в кашу немного льняных семян или миндаля, это также успокоит нервную систему и будет способствовать лучшему засыпанию. Выпейте чай с медом и ромашкой. Такой напиток настроит на сон, расслабит, успокоит. Да и для пищеварения такой состав чая будет как нельзя кстати. Стакан йогурта или кефира перед сном будут способствовать утреннему стулу и насытит организм перед отходом ко сну. А еще лучше выпить стакан теплого или горячего молока с медом. Это отличный способ быстро и легко заснуть. Возьмите красивую тарелку и выложите на нее продукты, которые не вредно съесть незадолго до сна. Разделите их мысленно на части, так вы будете видеть, что вам есть и что съесть в случае острой необходимости. Все продукты есть не обязательно, но попробуйте. Этот способ действительно помогает не съесть лишнее и контролировать свои жевательные потребности. Перенос ужина на более раннее время можно осуществлять постепенно. Причем, согласно результатам исследований, ужин, съеденный даже на полтора часа раньше привычного времени, уже дает положительную динамику в процессе похудения и переработки глюкозы. Если дополнительно к раннему ужину вы повысите физическую активность, начнете заниматься спортом или просто больше гулять, ваши результаты начнут расти на глазах. Например, можно отдавать предпочтение пешему подъему на этаж, нежели приехать на лифте. Или вместо того, чтобы после работы пойти на автобусную остановку прогуляться пешком. Кстати, еще один отличный способ отвлечься от еды с пользой для тела – выйти на вечернюю прогулку, после которой останется лишь принять душ и лечь спать. Если вы измените свои привычки и начнете ужинать раньше, то уже через неделю заметите, что стали лучше высыпаться, исчезли круги под глазами. Пробуждение дается вам легче, и нет этой тяжести в желудке, которая сопровождает по утрам любителей поесть перед сном. Легкость и хорошее самочувствие еще через некоторое время дополнятся и уменьшением объемов тела, так как жидкость не будет задерживаться из-за жирной или соленой пищи, съеденной незадолго до сна. Вы с удивлением заметите, что повседневные плотно прилегающие джинсы стали сидеть на вас свободно, а на пояс теперь потребуется ремень. Улучшится ваше настроение, поднимется самооценка, увеличится работоспособность. Человек, который отлично выспался и отлично выглядит, может свернуть горы. А ведь вы сделали совсем небольшое вложение, всего лишь перенесли время ужина на более раннее и получили целый список преимуществ. Надеюсь, в этом выпуске вы услышали что-то интересное для себя. Если да, то ставьте лайк и делитесь этим выпуском с друзьями и родными. Проявляйте заботу о себе и будете здоровы!